Хей! Как дела, мои любители... Хе-хе, любители квинтэссенции, с вами морская свинья, и мы продолжаем играть в эту грустную и жестокую игру, потому что, как вы видите, Лунея убивает всех зверюшек у себя на пути, поэтому я не подхожу к тому зайчику, потому что я не хочу, чтобы он умер. И как вы помните, ревьё в прошлой серии сказал, что она ничего для него не значила, даже как друг, вообще как человек, типа она как человек говно, он так сказал, знаете, просто завуалированно. Это очень вообще некрасиво с его стороны. Мы просто проходим мимо. Кто спит в дупле? Что? В дупле кто-то спит? А в дупле кто-то спит? А в дупле кто-то спит? Ничего не понятно. Ну, тут какие-то монстрихи, ну, то есть какие-то змейки. Не подходи ко мне! Не подходи ко мне, змея! Я раньше не любила драться в офф, но я привыкла драться в офф, но драться в квинтэссенции нет. Для меня это просто западло, знаете. Квинтэссенция, она не для драк создана. Она создана для того, чтобы вы вот говорили, что типа, ааа, как всё грустно. Вот так вот. Куда мне идти? По-вашему? Зайчики, бегите! Лунэя идёт. Сумасшедшая. Так, теперь я не вижу Лунэя. А, вот она. Ну что ты делаешь? Ну что ты делаешь? Лунэя. А ну прекрати убивать зайцев. Главное, зайцев она убивает, а как кого-то покрупнее, она не убивает. Вот. Вот Лунэя, вот. Плохая. А, то самое чувство, когда я случайно ударила себя микрофоном. Это было больно. О, боже моя челюсть. Боже, как больно. Лунэя, это из-за тебя всё. Я вот не знаю даже куда идти теперь. Да блин, хватит зайцев убивать. Окаянная. Да ё-моё. Да что ж такое-то? Ну, драться, блин. Это вообще не круто. Ну, идите ко мне, идите ко мне. На! Так, что-то они пожирают там медленно. Нифига себе она как сиганула. Боится меня. Так, ладно. Нам бы определиться, куда идти. Думаю, это важно. А как мне туда попасть? А, возможно, я должна... Так. Подождите. Это изменение даёт мне просто проходы. Да нет, блин, не серый волк. Ты можешь? Да, вот. Полететь. В будущем будет расширено в реальной мини-игре. В смысле? Что за дурацкая реальная мини-игра? Не понял. Так это какая-то мини-игра? Кангао. То есть? Можно сейчас, что ли, упасть туда? И что? Я должна их поймать, что ли? Серьёзно? Получены медовые соты? Это очень странно. Я получила медовые соты какие-то. Я не знаю, как это нам поможет вообще. Нужно ли было это вообще делать, ребят? Нет? Никто не знает? Да? Правильно. Потому что это не нужно. Потому что это будет в будущем раскрыто в мини-игре. Как сказал сам Кангао. Маэстро сказал нам так. Нет, ну нам остаётся только идти направо. А! Да! Давайте положим. И перевозимся, не знаю, в птичек. Вот, смотрите, мы положили медовые соты сюда. В этом был какой-то смысл. Я надеюсь, что в этом был какой-то смысл. Перевозвращаемся, смотрим, что там произошло. Ничего не произошло? Может, надо превратиться в кого-нибудь? В леопарда там. Ра-ра-ра. Нет, никакой смысл в этом нету. Ну, там, скорее всего, медведь. Но, а какой нам смысл? А-а-а, мы хотим вывезти медведя, чтобы убить его. Да-а-а, детка. Мы ради этого делаем всё. Пожалуйста, сохранись. Да, я думаю, это будет правильным решением. О! Нифига себе! Вы это видели? Я прям отлетела. Отлетела. Хватит меня пинать, ты! Плохой мишка. Плохой. Получай. Он флэш какой-то. Мишка Соник. Нифига себе, он улетел. Так, нам главное не кокнуться. Ой, зря я это сделал. О, теперь надо. Ура! Победа! 20 хп. Шерсть медведя. Полученное умение связано с новым обликом медвежья атака энергия медведя. Медленная скорость. А соты я могу забрать? Я застряла. Всё, ребят, мы прошли. Нам нужно было всего лишь получить шерсть медведя. И мы это сделали. Мы это справились с этим. Мы молодцы. О, кажется, квинтэсенция на кого-то действует. Неблагоприятным образом. И, кажется, это кто-то лунейка. Моя маленькая, любимая лунейка. Ладно. Убила зайчиков. Зачем ты это сделал? Так, что происходит? Чё-то, кажется, ей плохо становится. Лунея. О, кажется, это конец, ребят. Что? Звук как будто клетку кто-то закрыл. Ну что, в клетку поймали? Это ревьё, походу. Эй. Лунея. Посерда. Посерда. Почему это так звучит странно? О, дир. Лунея? Это Эш, скорее всего. Или нет? Слушайте, это какой-то трип. Лунея словила трип. А, две луней? О. Что? Все, кто связан с квитэссенцией, они это чувствуют? Ну что, рискла, скинуться с моста? Нет? С обрыва? Что происходит? Объясните мне кто-нибудь. Валяется на снегу. Летучая мышь? О, это тот самый вор. Скорее всего, да? Или нет? Не фигу знает. Да, её кто-то забрал, видите? В отличие от ревьё, который кинул её. Просто сказал, пошла вон, ты мне не нужна. Типа, ну и что, что ты помогла мне? Иди отсюда. Приблудная лунея. Никому ты не нужна. Это грустно. Это обидно. Два месяца спустя. Вау. Уже сколько времени-то прошло. Уже зима закончилась, ребят. У них снова... У них весна. У них не снова лето, а весна. Что? Это был Хьюи? Ребята, это был Хьюи! Это всё время? Это он был? То есть, этот вор, это был Хьюи? Да не может такого быть. Опа. А что там ревьё делает? Что вообще происходит? Что там за кровь у них там? Ревьё тоже, что ли, плохо стало? Не понял. У неё теперь, видите, один глаз. Такой, один, такой. Глава девятая, ребята. Завершена. Что это означает? Я не понимаю. То есть, теперь она наполовину полукровка и наполовину орианка? То есть, вообще непонятно. Что происходит? Это что, это что-то из начала? Помните, да, было что-то подобное? Или нет? Я... Я думаю, это работает. Наира, ты слышишь? А, это она, видимо, в бреду находится. И вот её зовут, зовёт Кардиан. То есть, они её вылечивают от квинтэссенции? Серьёзно? Такое вообще возможно. А что ревьё там делает? Тут у меня просто вопрос такой вот интересует. Почему там вот сырая стоит, да? Вот в нормальности всё. А, может быть, он отдал... Хотя нет, он же уже принял это лекарство. Я не понял. Что за бред какой-то? Этот цвет, значит ли это? Нет, её сетчатка ещё приспосабливается. Реальных признаков не может быть так скоро. Как ты себя чувствуешь, Наира? И что? А что ревьё там делает? Мне кто-нибудь объяснит? Ладно, там Наира. С ней-то всё понятно. Она не пила лекарства. А ревьё почему? Может быть, от таблетки ему плохо стало? О-о-о-о! А глаз-то вернулся. Он стал нормальным. Дадим ей отдохнуть. Она нуждается в этом. Это странно. Я присмотрю за ними. Что, до остальных зайдите позже. Да что с ними такое-то? Я не поняла. И ты тоже сырая. Сырая. Ещё та, кстати. Непростая она. Спящий ангел. И соседи запели свою песню. И ревьё такое, знаете, показывается. Он спящий ангелочек, да? Да, ангелочек. Кровяка у них там лежит. Что у них происходит? Ну, может, хотя бы скажешь, где я? Хе. Дежавю. Это не важно. То есть... Теперь ты помнишь, что случилось? Я шла. Просто шла. Внезапно заболела голова. Потом я вроде услышала, как кто-то зовёт меня и... Слушай, я не знаю. Я помню лишь то, что вскоре потеряла сознание. Принёс ты её Хьюи, да? Мне кажется, у меня был странный сон. Но теперь всё ушло. Как долго я здесь нахожусь? Около двух месяцев примерно. О чём ты, чёрт возьми, Га? Ты, должно быть, шутишь. Я удивлён, что ты вообще можешь говорить без труда. Ну, во время сна ты что-то бормотала? Что я бормотала? И что тут за беспорядок? Не беспокойся сейчас об этом. Нужно многое рассказать, но и позже. Да, действительно, что у вас тут происходит вообще? Почему ревьё там лежит? Трансформация назад и вперёд должна восстановить твои мышцы. Но не делай этого так скоро. Подожди, пока восстановишь немного энергии. Иначе это истощит тебя. Кто бы мог подумать, что за два месяца сна будет недостаточно, ха? Ну, так если бы это был простой сон. Наира. Луна и Наира. Опа, она, видите, чувствует, что мы тут валяются спящие ангелочек наш. Ангелочек. Мы-то знаем, что он думает на самом деле о ней. Это тот, кто я думаю? Кто ты думаешь это? Кто-кто? Ангелок этот. Неважно, так и есть. Что он здесь делает реально? С ним всё хорошо было. Он всё снова сырая был. Нет, с ним опять какая-то, знаете, беда приключилась. Он просто... Неудачник какой-то. Сыраи. Так вон же это Хьюи же. Хьюи же, да? Я же права. Я хочу узнать просто это. Это длится уже вечность? Ах, что ж. По крайней мере, кажется, всё это хорошо. Можно и передохнуть. О, я за Вайкона играю. Ты сегодня рано встал, э? Ян. Нет, это Ян какой-то. Конечно. Эй, спасибо ещё раз за помощь. Все остальное. Без проблем. Так значит, Хьюи нету? Блин. Знаешь, мне не по себе, что я ухожу. А вы остаётесь. Почему бы нам всем не передохнуть? Разве я выгляжу, будто занят чем-то? Иди и сам отдохни. Как думаешь, сколько времени это займёт? Кто знает. Скорее всего, много. Мы-то мне нужны. Им не обязательно было это делать. Слушай, мы обязаны помочь Эши. Ведь она дала нам лекарства. А-а-а. То есть, они опыты над ними, что ли? Пожалуйста, доверьте мне. А с чем они помогают? Они просто кровь свою отдают, что ли? Давай отдохнём немного. Мы ничего не можем сделать здесь в любом случае. Всё в порядке. Я побыду здесь. Вообще непонятно ничего. Как всегда всё, знаете? Вот постоянно вот так вот. В квинтэссенции новая, блин, начинается глава. И ничего не понятно. И ты только думаешь, кто эти люди? Что это делает? Вот это вот. Почему я играю за Вайкону? В конце-то концов-то. Где мы вообще находимся? Это не наша деревня? Ой, чё? Городской зал Триндула. Но зато новая местность, мне кажется, это даже круто. Тут можно будет найти какие-нибудь новые запасы, припасы. Всё такое. О, приветики. Шо тут делаешь, спортсмен? Ничего особенного. Шо ты делаешь, спортсмен? Как у меня было один раз, когда я готовилась к ЕГЭ по-английскому. Мне давали слушать такую аудиозапись. Ну, знаете, типа аудирование. Слушать текст, а потом отвечать на вопросы. И там, типа, брали интервью. И девушка, когда говорила на задание, ну, на записи, да, которая вот там. И она говорит, сейчас вы прослушаете интервью одного спортсмена. Спортсмена. Я ржала просто на ночь. Ну, как бы всё на русском говорит нового спортсмена с таким англоязычным акцентом. Одного спортсмена. А спортсмен там говорил, типа, я там, типа, хорошо всё делаю, мне нравится, ты теперь такой крутой. Как ты эреганская девушка, пацан? Пока всё идёт гладко. О. О, хорошо. Я слышала, ты был в твоей комнате всё утро? Ага, вот такой я преданный. Это замечательно, дорогой. У тебя должно быть замечательный брак. Кстати, а где Селлари? Селлари, видимо, ничего не знает, да? Замечательный брак у него. Она ему брак такой покажет. Мало ему не покажется. Так, нет, мы там были. О, привет, Ваикон. Хочешь чашку чая? Нет, спасибо, всё в порядке. В чём дело? Труй снова приставал к тебе? Что? Нет. Что? Я могу разобраться с ним по-мужски в любой деле. Это хорошо, просто передай ему, что я сказала нет, если он снова начнёт докучать. Ладно. А где мы вообще? Что это за странная местность такая? Это явно не наша деревня. Это что-то странное. О. Нет, давайте оставим свечку зажжённой. Палатки какие-то. Может, в деревне что-то случилось? Поэтому война, типа, знаете, письма. Вообще непонятно. Вот, мне кажется, вот с этого начинается третий акт. Потому что тут уже другая местность, новые люди какие-то. Два месяца прошло всё-таки, да? Что вот. Девятая глава. О, Аиша. Она проснулась? Не думаю. Они всё ещё ждут снаружи. Тогда, кыш, возвращайся, когда она проснётся. Эти два предложения не очень хорошо сочетаются. Ва-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Нахита. Мне кажется, Нахита это типа... Типа придурок, может. Ва-ла-ла-ла-ла-ла. Единственное, Вайкон остаётся прежним. Несмотря на что, что бы ни происходило, Вайкон остаётся таким же. Этот Ян, он какой-то одержим, это ирианской женщиной. Хорошо, что вы, ребята, пришли. Я думаю, это Ян. Просто он типа называет себя Яном. На самом деле, это этот Хьюи. Потому что они бы тоже опыты делали. Мне кажется, все, кто вообще был у отца когда-либо во дворце, они обязательно приняли квинтэссенцию. Просто это, знаете, обряд посвящения, чтобы войти во дворец, где есть отец. Молодец. К тому же, кстати, помните, в предыдущей серии мы узнали, что на самом деле это не отец, а Агата. И такой, знаете, такой... Ээээ, что происходит? Какая Агата? Вы что там все с ума посходили? И реально, у меня был такой... Вот такой шок, реально. Просто я не понимаю, что происходит. Что с этой игрой? Нахитусы какие-то одни. Посмотрим, что там, налево. Пойдем. А я пойду сюда. А я пойду туда. Пойдем со мной. Двоем. Что интересно тут у нас? Добро пожаловать в деревню Триндл. Нет причин уходить далеко. Ладно. Нет, ну, становится очень интересно все. И что вообще они делают над бедным ревьёй и лунейей? Что там за опыты они делают, чтобы помочь Эши? Мне ее хочется назвать Аша, как, знаете, в Game of Thrones, ну и в игре. Там Ашер был. Хотя, на самом деле, он был Эйшер. Прям как певец. Эйшер. Но перевели его, как Ашер. Толмачи Тимы. Толмачи Тимы. Эй, ты что делаешь? А, он испугался. О! Не прыгай! Что? Не делай так. Ты чуть не сбросил меня с утёса. Ну что ж, друзья. Я думаю, мы уже играем полчаса. А в игре мы уже с вами 12 часов. Осталось, в общем-то, очень мало играть. Если вам понравилась эта серия, то поставьте лайк, подпишите на канал. Мне это будет очень приятно. И вообще очень классно и круто. И вы такие няшки. Все стесняшки. Ламповые. Ладно, все, хватит. Всем удачи, хорошего настроения. И пока!